Без веры в Бога человек становится животным. Всё, нету совести, инстинкты. И поэтому нам очень хорошо пытаются прописать, что вы просто обезьяны, просто гориллы. Так, нужен ли Бог или не нужен? Ну, например, если брать те страны, которые длинили гуманизм, например, не христианство, а гуманизм, к чему это приводило? К революциям, к террору. Даже это в Европе, во Франции было, например. В Германии, например. К чему это привело? Это привело к фашизму, к нацизму. У нас тоже люди сказали, Бога не надо. Давайте обезьяну, гуманизм, человек высшее. И к чему это привело? Гулаги, лагеря, миллионы пропавших, погибших, голодоморы и так далее, и так далее. К чему привел этот гуманизм, когда пытаются церковь заменить и заменить Бога? Гражданские войны, отечественные войны, мировые войны. На самом деле, христианство и церковь, она приводит к лучшему людей. Всякая идеология, она уже на сегодняшний день, можно это твердо сказать, она приводит к худшему. Как же так? Вроде бы мы такие образованные, просвещенные, но проблем-то больше и больше. Потому что перед измом поставили не Бога, а ставят кого угодно, то есть пытаются заменить Бога. И вот в этом и является главная проблема. И многие вещи пытаются на сегодняшний день переделать под другой формат, и сказать, что кто-то, это гуманизм там, или коммунизм принес просвещение и так далее, это ложь и обман. Не коммунизм принес нам просвещение, и все остальное по всему миру. Это были миссионеры, это были христиане, которые полагали свою жизнь, которые полагали свои ресурсы. Это были образованные люди, это были проповедники. Скажи Аминь! Аллилуйя! А кто, скажите, делает это ограниченными? Церковь, Бог, христиане ограниченные и делают людей ограниченных? Или на самом деле это все является идеологией, которая пытается заменить кого? Бога. Субтитры создавал DimaTorzok